всем привет и сегодня топ 3 или 4 как я назвал олегальные подачи и первая подача это конечно эммануэль лебисон француз его подача я считаю одна из самых легальных и легендарных в каком-то плане потому что в принципе он по сей день играет и играет очень неплохо по моему он даже но неплохо выступил как пишут в векопедии в шестнадцатом году на олимпиаде так вот подачу его пока понаблюдайте посмотрите ну где-то не так четкая запись но вот так вот с такого ракурса на достаточно видно что виден мяч он его не прикрывает наверное это достаточно должно быть чтобы не считать ее олегальной но тем не менее есть один в подаче нюанс так вот я данное видео записываю именно для того чтобы не знаю как сказать что вот даже в топовом достаточном мире на уровне европы мира представьте есть достаточное количество игроков которых ну никак не осуждает за их достаточно легальные подачи которые дают огромное преимущество кто бы чтобы не говорил и нету никакой зависти или хотел сказать обиды на этих или оскорблять этих игроков то есть нету но никакого у меня принципа или желания так вот я просто разбираю именно те моменты которые могут возникать у вас в игре и достаточно почему судьи не судят эти моменты по сей день мне вообще но непонятно все-таки ну ладно там это сибири или какой-то кузбасс или даже пулька воскресная это все-таки представьте топы мира так вот лебисон посмотрите подает одну типовую подачу достаточно я не буду говорить пока на с кем с кожи но это очень мощная подача для европы лебисон в ней держится в четкой десятке и во франции это топ-2 игрок давайте посмотрим вот пару турниров 12 год и здесь его как мы видим штрафует судья то есть фолк то есть и неверная подача которую он подает вот у меня не показал до судья как бы но тем не менее вся проблема вот в его подбросе ну супер легально у него подбросу наброс даже не знаю и из года в год вот сколько я его не наблюдаю посмотрите момент вот тут оп правой-то рукой он подкидывает верно то есть он может подкинуть ведь мяча на стандартно а вот если вы пересмотрите на начало видео то есть он буквально несет мячик в руке и вдалбливает но немного раскачивая корпус себе в руку можно это 200 раз пересматривать что вроде как вертикальный подброс но на самом деле ничего подобного то есть человек по сути имеет подачу с руки и тут не судья я считаю очень верно принимает решение вынести фол тут с геонисом это наверное уже более поздние годы да так что вот четвертое место мы отдаем эмануэль лебисону нисколько не умаляя его ну что он трудяга и пахарь и вообще достаточно такой ну не знаю ну что ли корявый игрок но все-таки подачей первый вот топ спин справа но имеет огромное значение так третье место это труль с моригард всем известный теперь с шестигранной ракеткой и достаточно популярный сейчас игрок обычная подача кстати видео на канале про его нелегальную подачу тоже есть посмотрите и пересмотрите вот обычную подачу наброс я не учитываю то есть он небольшой в принципе ну на усмотрение судей теперь давайте разберем сейчас другие моменты именно что вот не судят у него в его нелегальной ли я как написал прошлый раз о легальной подачи так вот это тот перешаг перешаг я написал перешагивания как обычно с ошибкой но ребята перешаг это сложная тема для объяснений но перешаг это уже подача в движение то есть поднимает руку ведет ногу подшагивает вот смотрите и дальше он до шагает еще вперед вторая фаза это был как раз перенос равновесия потом он вообще себя буквально ну поведет назад то есть это уже типа разножки с разворотом то есть перешаг разножка и это сто процентов наверное легальная подача или нелегальная подача но в новых правилах как выяснилось не я не увидел ни одного пункта даже в расшифровках что нельзя подавать движение так что берите на вооружение можете нагибать вкалывать своим напарником своим недругом то есть применяйте ходите при подаче это разрешено во время именно подкидывание давайте еще раз не после того как вы подкинули мяч а во время наконец таки второе место и наверное самая такая неоднозначная подача смотрите горло там встречает мяч это малонг почти все видео с малонгом которые я делал что его поражениях мало кто понимает что я достаточно очень долго делаю видео про подачи этого человека давайте вернемся в момент посмотрите вот малонг это не я придумал это видео это высокочастотная скоростная камера и это какой-то турнир и мы на ней видим что вот судья и по камере ну дает фоу малонгу на самом деле в этом видео это не я обвиняю его что он то есть в этом видео именно дают ему фолк что не неверно идет неверное исполнение подачи прикрывает он ее головой и корпусом и на самом деле я уже года два примерно не интересуюсь малонгом потому что но химический китайский теннис и вот настолько уже ну а легальные подачи нелегальные вот эти прикрывания настолько уже у них это как считается норма что ли для них на самом деле ну просто какое-то безобразие с китайской сборной но тем не менее посмотрите вот здесь фаза вторая то что показывает это уже задержка мяча и он и ей вбивает стол то есть первоначальное движение было конечно скрыто за шеей головой так вот малонг ну чтобы вы поняли это супер игрок имеющий огромную физику даже по меркам уже такого вот смотрите судья до показал что скрывает подачу и там целые разборки были кому интересно найдите поинтересуйтесь почитайте мнение людей но так вот что малонг имеет ну просто у потом убойный первый ход и ему нельзя давать преимущество даже в таком подбросе 2010 год я сравнил подачи тех времен и подброс был посмотрите у него буквально перед лицом в начале мячик забрасывался а здесь уже нету практически вертикальной траектории уже идет больше заброс за шею и в связи с тем что малонг стал более делать отрицательный угол корпуса то есть не долго мне достаточно долго объяснять почему это случилось но на самом деле он просел в тазе в корпусе и ну видно колено вот это травмы то есть очень жестко стал наклонять корпус во время подачи и сильнее еще вбивать мячик стол ну посмотрите это несколько просто рабочих видео и вот это подачу он на самом деле может спокойно вот нас прямых ног подавать вот подачу как вы видели и там не будет такой у нее вертикального такого подброса и траектория считая что малонгу говорю почему нельзя давать эти именно моменты потому что ну вот тоже топы мира посмотрите хоримота я пересмотрел который встречает вверху мяч да но они не не наклоняет корпус вперед они разворачивают голову да и мячик виден при контакте у малонга конечно идет четкое прикрывание корпусом не вертикальная траектория и плюс сама подача вот это сводок правил показывают разбор что нельзя так делать напишите в комментариях что думаете хотел повторить еще мысль такую что я был фанат огромный малонга я очень много работал над его топсом подачей это очень сложные моменты и реально его подачу без наброса на себя очень сложно делать то есть иначе вы никак не вобьете этот мяч в стол пусть это останется конечно малонг великий но для меня он подает обычную нелегальную подачу вот эта косая мышца то есть затяг с ногой вот эти косые мышцы очень сильный корпус то есть прям ну и первое место в мире кто бы мог подумать это неизвестный игрок рома роман и своей подачи он совмещает почти все нелегальные способы которые вы видите и вы видите спокойно вертикальный подброс у тех не менее он имеет перешаг разбегается это подача буквально с разбегу вбивается в стол дергается резко и нижние боковое вращение может быть по диагонали прямую вот не подал рома ну летит у всех в космос а если вы отбиваете посмотрите вариации разбега и какие есть зацепы то есть применяйте такое обязательно вкалывайте в сопернику то есть практически никто не берет а если вы просто откинете вы получите вот такую плюху посмотрите эту комбинацию я всегда весело это наблюдать да рома я считаю это легенда и его подача не сравнима с кем спасибо за просмотр кому интересно ставьте лайк пишите свои комментарии